Служение во имя Отечества Служение во имя Отечества в Музее Победы на Поклонной Горе говорили о роли Церкви в годы Великой Отечественной войны. Организаторами форума «Русская Православная Церковь» в годы Великой Отечественной войны опыт патриотической деятельности и современность стало Министерство обороны Российской Федерации в лице Научно-исследовательского института Военной Истории, Военной Академии Генерального Штаба ВСРФ совместно с Благотворительным Фондом Воскресения и Музеем Победы. О высоком уровне мероприятия можно судить потому, что в работе конференции приняли участие ведущие российские историки, военные специалисты и священнослужители. Здесь присутствовали также участники Великой Отечественной войны, представители органов государственной власти, Российской Академии Наук, Российского военно-исторического общества, ведущих ветеранских организаций страны, Всероссийского военно-патриотического общественного движения ЮНАРМЕ, военнослужащие, курсанты военных вузов, кадеты пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации. Место проведения конференции было выбрано не случайно. Об этом в своем выступлении сказал директор Музея Победы Александр Школьник. «Героическое подвижничество многих священнослужителей, вклад их в победу трудно переоценить», – подчеркнул он. Об этом в том числе свидетельствуют исторические документы и материалы, хранящиеся в Музее Победы. На основной военно-исторической экспозиции Музея «Подвиг и Победа Великого Народа» Русской Православной Церкви посвящен отдельный раздел. Здесь можно увидеть фотографии передачи танковой колонны Дмитрия Донской, построенной на средства, собранной церквью, квитанции о приеме наличных денег в фонд обороны страны, иконы Казанской Божьей Матери. 19 века, поврежденную немецким штыком, и другие реликвии, раскрывающие патриотическое служение и гражданский подвиг верующих и духовенства. В 2016 году в нашем музее была открыта мультимедийная экспозиция «Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны», которую посмотрели в Москве, Екатеринбурге, Свердловской области и других регионах страны. В то же время еще множество фактов героизма священников и прихожан как на фронте, так и на оккупированных территориях, ждут своих исследователей. В рамках конференции можно было услышать доклады не только по основной ее теме, в них историки подробно проанализировали и опыт взаимодействия государства и Церкви в годы Великой Отечественной войны. Об этом, в частности, шла речь в выступлении представителя главного военно-политического управления ВСРФ полковника Евгения Шароватова, в докладе «Вклад Русской Православной Церкви в достижение победы» помощника председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Бориса Лукичева. Присутствующие с интересом услышали и доклад «Антихристианский характер Третьего Рейха», с которым выступил заместитель начальника кафедры философии и религиоведения военного университета Минобороны России Михаил Курочку. Темой выступления председателя общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации генерала армии Виктора Ермакова стала память народная о цене победы в Великой Отечественной войне. Героическое подвижничество многих священнослужителей Русской Православной Церкви, вклад их в победу трудно переоценить. Кроме того, состоялось живое обсуждение проблем патриотического воспитания в современном обществе. Выступающие также говорили о нынешнем вкладе Церкви в возрождение армейских традиций. Такую тему русская православная церковь и армия. Из опыта работы священников с молодежью затронул клирик Никольского собора подмосковного Наро Фоминска отец Дмитрий Артамонов. На конференции также была поднята тема начавшегося строительства главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, который возводится в честь грядущего 75-летия Великой Победы. В частности, прозвучал доклад научно-методическое обеспечение строительства и оформления главного храма Вооруженных сил Российской Федерации как символа Великой Победы заместителя начальника научно-исследовательского института, военной истории, военной академии генерального штаба ВСРФ по научной работе Николая Никифорова. Он рассказал о том, что министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поставил перед сотрудниками Института военной истории четкую задачу «при возведении храма главным должна быть историческая достоверность». В основе художественного замысла лежит отображение основных событий военной истории России и ключевых моментов Великой Отечественной войны. И вся концепция внешнего и внутреннего облика собора строилась и строится именно по такому принципу в плотном взаимодействии с представителями РПЦ и при постоянном сотрудничестве с главным архитектором храма, художниками, скульпторами, строительными учреждениями. О важности строительства такого духовного памятника Великой Победе сказал председатель Совета директоров Национальной Ассоциации Объединения Офицеров Запаса Вооруженных Сил Мегапир, генеральный директор благотворительного фонда «Воскресенье» Александр Коншин. Русская православная церковь, по его словам, всегда была одной из консолидирующих сил на всем протяжении тысячелетней истории российского государства. Национально-патриотический дух русского православия помогал стране и в борьбе с захватчиками, и во время внутренних междоусобиц. Коншин отметил, что сегодня одним из важнейших критериев развития Вооруженных Сил выступает духовно-нравственный фактор для воспитания высоких нравственных идеалов и формирования стойкости духа. И по мнению инициатора его возведения, министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, главный храм Вооруженных Сил как раз и призван стать символом духовности российского воинства и зримым напоминанием о многовековой истории его подвига во славу Отечества. Ведь в музейно-историческом храмовом комплексе будет храниться информация о не менее чем 33 миллионах участников Великой Отечественной войны. На сайте нашего фонда, рассказал Александр Коншин, есть специальный раздел, посвященный общероссийской патриотической акции «Мы наследники победы». Под девизом «Расскажи историю своих предков». Сюда каждая может направить данные о своих родственниках, сражавшихся за победу, их фотографии. Александр Николаевич напомнил, что храм строится на народные деньги и фонд «Воскресенье» создан именно для помощи в аккумуляции всех денежных поступлений. Точка истории Второй мировой, этой самой кровопролитной войны человечества, продолжает открывать нам все новые страницы, в том числе и связанные с вкладом в Великую Победу Русской Православной Церкви. Основной целью конференции было формирование единого понимания роли РПЦ в годы Великой Отечественной войны, изучение опыта ее патриотической деятельности и его значения для современности. И задача эта была успешно выполнена. Ирина Павлюдкина, Красная Звезда